Ставьте, пожалуйста, плюсики в чате, проверьте звук, проверьте видео. Скажите, и те, кто первый раз у меня на курсах и на занятиях, поставьте, пожалуйста, два плюсика в чате. Так. Так, Елена, Юрий, два плюсика. Надежда, здравствуйте. Значит, для тех, кто со мной... Рита, здравствуй, да. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Татьяна Нечаева. Я являюсь руководителем научно-исследовательского центра Олег Групп, где мы изучаем все, что связано с предельными какими-то состояниями, со знаниями, с тайными знаниями, невербальными коммуникациями, секретами и так далее. И выходим за пределы того, что изучает официально наука, того, что озвучивается, подвергаем каким-то исследованиям, сомнениям, ищем интересные факты, разные практики, адаптируем их, передаем людям, то, с чем действительно можно работать, то, что имеет некую ценность, то, что имеет такой формат рабочий. И... О, Наталья, здравствуйте, Марина, здравствуйте. Всех очень рада слышать. Кроме того, я являюсь советником президента Академии национальной безопасности и целителем, заслуженным целителем России. В общем-то, не знаю, чего больше. Так, давайте будем разбираться, с чем мы сегодня собрались. Вообще, мы решили сделать в системе, поэтому можете судить за нашим сайтом. Или те, кто у нас в чате Алифгрупп, те, кто у нас не в чате Алифгрупп, вы можете зайти, отправить заявку по этому номеру. Телефон у нас есть, чат, WhatsApp. Так, можете следить за нашими расписаниями открытых встреч, потому что, ну, вот три встречи по регенерации, оздоровлению, омоложению мы обязательно проведем, плюс четверг у нас прямые эфиры в Инстаграм, где мы отрабатываем технику гипермозг, это объединенное состояние сознания, объединение мыслей и направлений, концентрации и его одну цель. В данный момент мы работаем с горячей точкой в Израиле. И, в общем, смотрим результаты. Ну, еще мы очень любим работать с разными темами, связанные с биржей. Что касается целительства, конечно, целительства мне хватило в прошлом году, когда шла ковидная вот эта вся тема, ковидная история, и тут работы было очень много, и, скажем так, наш центр был один из немногих, который предлагал какие-то техники и практики для работы с коронавирусом с помощью силы сознания, силы мысли. И могу сказать, что тот курс, который мы создали, время силы, изумрудные скрижали, те, кто прошли эту технику, никто не болел, даже врачи в красных зонах, даже те, кто имели прямые контакты, все. В общем, все у нас остались целые, живые, здоровые, чему мы и очень рады. Поэтому тема регенерации, она, ну, скажем так, давно меня волновала. Она меня волновала, наверное, с тех пор, как я столкнулась с образом вот этой чудесной куртизанки, которую я вам выложила. Это Нинон Делан Кло. Кто не знает эту дамочку, и, скажем так, мои исследования, они начались с ее истории. Для тех, кто не знает, чем занималась Нинон, это была очень известная и, скажем так, очень богатая куртизанка. В свое время жила она в 17 веке. Ее настоящее имя – Анна Делан Кло. И называли ее царицей-квартизанок, потому что она была очень образованная женщина. Она получила довольно богатое наследство от своих родителей. И была настолько умна, что смогла эти деньги очень грамотно вложить и жить безбедно. То есть, раз она жила безбедно, она сказала, значит, мне не нужен никакой мужчина, который бы меня содержал, который бы мне помогал. Я могу сама, и мужчина она выбирала. Вот то, что вы видите, это ее портрет в 76-летнем возрасте. И по описаниям очевидца, по тем данным, которые сохранились, то есть 76 лет она имела тело 19-летней девушки. И это вот писали ее клиенты, которые приводили, ну, сначала приходили к ней сами. Но она, конечно, она выбирала, она очень дорого там брала за свои встречи. То есть по нашим деньгам что-то там ей предлагали, где-то порядка там несколько миллионов долларов за ночь, за вечер и так далее. И сначала приходили к ней клиенты, потом они приводили своих сыновей, потом и внуков. И они старели, а не нон-де-лан-кло не менялось. То есть вот она, вот это вот ее портрет в 76-летнем возрасте умерла. Она, по-моему, ей было около 80 лет, если я правильно помню, сколько она там прожила. Но довольно долго она прожила. Да, около 80 лет. И по описаниям современников умерла она, вот совершенно не изменившись. То есть если мы говорим о омоложении, регенерации, мы, конечно, не говорим о тотальном бессмертии, о том, что совсем смерти нет и так далее, мы это не озвучиваем. Но, тем не менее, вот эта дама для того времени, это был вообще запредельный возраст, и прожила она 80 с лишним лет, и ее тело совершенно не менялось. И вот из описания очевидцев, когда в 76 лет она принимала клиентов, и одному из баронов сказали, что он пойдет к куртизанке, которой 76 лет. Он сказал, что вы, я к такой старушке. Виктория, фамилия этой куртизанки, Нинон де Ланкло. Жила она в 17 веке. Вот, Нинон де Ланкло. Почитайте о ней, почитайте ее историю. Женщина, которая совершенно не менялась. И вот есть описание очевидцев, когда он сказал, как я пойду к куртизанке, которая 7-6 лет. И сказали, да. И ему сказали, да. И когда он провел с ней ночь, он был в таком восторге, он сказал, что эта женщина ничем не отличается от 19-летней девушки. То есть полностью кожа, глаза, все-все-все, энергия и все прочее, в общем-то, соответствовало возрасту 19 лет. Но могу вам сказать, куда это все подевалось. И, скажем, если мы копнем... Я стала копать историю чуть подальше, чуть поглубже. И история, скажем так, жречества египетского. Если мы будем говорить о египетских жрицах, то египетские жрицы тоже владели вот этим секретом, который, в принципе, ну, сейчас уже и не секрет особый, да, но для того времени, наверное, это была такая техника. То есть египетские жрицы тоже не менялись, в принципе, владея вот этими техниками и практиками. Они, во-первых, сохраняли свой цикл менструальный до 80 с лишним лет и тоже сохраняли свое тело. Оно у них было неизменным и стояло все время на параметрах. Вот, по-моему, 21 год для женщины, 23-25 для мужчины. То есть в таком параметре нужно сохранять свое тело, гормональную систему, онтокринную систему, кожную систему и все прочее. То есть вот этими техниками они владели. И еще история сохранила некие данные, в которые погружались и мумии, и в которые ванны, которые они принимали, там был какой-то состав, такой гелеобразный, голубого цвета, очень похожий по составу крови. Какой-то такой физиологичный, но такой гелистой структуры. И поскольку эти ванны принимали только богатые люди, отсюда пошло выражение голубая кровь. То есть вот эти вот какие-то процедурные моменты, ну это исключает Клеопатру, который там до нас дошли, какие-то странные практики в молоке, в медах и все прочее. Да, медово-молочные ванны имели место быть, но они не были главным средством, потому что все-таки египетская тема, это тема неких настроек сознания, управления этими настройками сознания. И потом это все передавалось по генетике на клеточном уровне. То есть у нас есть эта память генетическая, которую мы будем с вами активировать на практическом занятии. Покажу, как эти биологические часы переворачиваются в другую сторону. И как это все сохраняется. И в принципе это на самом деле отработанная и реальная техника. Так вот, они сохраняли вот этот весь возрастной цикл и не менялись в течение довольно длительного периода. И вот эти вот библейские истории о том, сколько там жили люди. Сергея, перезагрузитесь, потому что добрый вечер, потому что все остальные видят все остальное, слышат все остальное. Сейчас я ему напишу, наверное, он и не слышит. Перезагрузитесь. У всех остальных все нормально, вы же видите и слышите. Видеозвук всех есть? Проверили? Ну, все отлично. Тогда продолжаем. Итак, вот это вот египетская тема, где жрицы владели навыками, а вся египетская тема так или иначе связана была с практиками, которые помогали войти в особое состояние сознания, управляющие состояние сознания. С помощью этого состояния сознания управлялись организмы. У нас эта память египетская, она сохранялась на генетическом уровне, она передавалась. Потом вот эти знания, когда распался древний Египет, образовывались уже жречества в Риме, и в древней Греции, а потом эти знания потихонечку перекочевали в Европу, то женщин, которые вдруг ни с того, ни с сего не старели, почему мы это знание потеряли? Потому что нам запретили не стареть, нам по факту та женщина, которая вдруг не старела, то, соответственно, что? Ее обвиняли в колдовстве, ее обвиняли там в магических практиках, то есть и вот такой вечно молодой женщине, ей... А, о, Гузаль, хорошо. Вот, и этой женщине было, в принципе, место гореть на костре. То есть таких женщин сжигали. Соответственно, сжигалось это знание, сжигалась вот эта генетика, и пошло насаждение совершенно другого мышления, которое говорило о том, что старение неизбежно, старость наступает рано, и пошли вот эти вот так называемые старушки-мать, которая там была у Джульетты, хотя Джульетте было 15 лет, старушке-матери было 28 лет. То есть и вот поскольку замуж выдавали очень рано, и вот эта старушка-мать, про которую пишет Шекспир, ей там было, ей не было 30 лет. То есть, ну, в 30 лет это уже все, это были прям запредельные такие истории. Такие уже все. И ограничения по возрасту, ограничения, вот такие вот быстрые смены, лишь бы люди не владели вот этой техникой, вот этой практикой управляющего состояния сознания, потому что научись управлять своим телом, научись управлять своим организмом, ну, кому мы будем продавать лекарства, кого мы будем исцелять, да, в кого мы будем вкалывать какие-то там омолаживающие уколы, делать разного рода инъекции и все прочее. Хотя на самом деле все это должно идти изначально изнутри, и давайте разберемся вообще в принципе, за счет чего происходит процесс старения. А потом я вам скажу по поводу исследований ученых, до чего они у нас доисследовались, до чего они у нас договорились. Вообще по факту процессы старения наступают в результате процессов энтропии. То есть известно, что клетка у нас омолаживается, там вообще меняется, идет обновление на клеточном уровне. Каждый 21 день у нас идет некая перезапись на уровне ДНК. Если в этот момент произошел какой-то износ, произошел какой-то дефект этой клетки, она перезаписалась с ошибкой, она перезаписалась уже в каком-то изношенном, израсходованном, проблокированном состоянии, когда в нее произошла какая-то некая блокировочка, то дальше идет наложение ошибки на ошибку и начинается этот процесс разрушения организма. Организм начинает у нас входить в процессы увядания, в процессы старости. Но ученые, которые исследуют вот эти все механизмы, они договорились уже до того, и в принципе это такой реальный факт, что можно с помощью силы мысли и с помощью силы сознания омолаживать прежде всего клетки головного и спинного мозга. И это самое легкое, самое простое, потому что в этом формате клетки головного и спинного мозга восстанавливаются. И соответственно, когда у нас включается на самом деле процесс старения? Ну, включается тот момент, когда мы начинаем о нем думать. Когда вы начинаете думать, на какую омолаживающую масочку сходить, когда вы ищете в магазине омолаживающий крем, когда вы начинаете искать какие-то процедуры, которые вас делают моложе, либо пластические операции и так далее, то есть вы начинаете тем самым прислушиваться, откуда вообще эти мысли у вас рождаются, и вам хочется вот пойти на все вот эти разного рода процедурки. Ну, потому что вокруг начинают вам шуметь, и вообще эджизм, скажем так, это болезнь такая российская, когда у нас неудобно сказать возраст, да, вот, и вот эти все наложения, что вот в этом возрасте со мной должно произойти вот нечто вот такое, вот, и то испортится, это испортится, как только вы себе это позволили и начали вот это все слушать, причем наш мозг устроен таким образом, что все происходит только с нашего согласия. Без вашего согласия ничего не произойдет. Вот таким образом устроено сознание, таким образом устроено мышление. Нам на все, на все нужно наше согласие. То есть, чтобы вы заболели, вы должны с этим согласиться. Вот когда вам говорят, не открывай окно, ты вся мокрая, простынешь, и вы, ну да, соглашаетесь с этим, вы простываете. Когда вам говорят, что вот этот ковид на вас чихнут, вы заболеете, вы заболеете, потому что вы уже с этим согласились, что это может произойти. И когда вам говорят, что вы после 50 постареете, или там после 30 у вас будут морщинки, или там у вас будет там вот это, или еще там что-то, и как только вы с этим согласились, то оно начинает происходить в тот же момент. А ресурс нашего организма вообще на самом деле, он рассчитан на 300-400 лет. Это тоже уже такие подсчитанные данные. Соответственно, в 100-летнем возрасте вы просто настраиваетесь на такой момент. Надежда, спасибо большое, что вы Сергею так активно помогаете. Когда наш организм переключается на тот момент, то есть, соответственно, в 100-летнем возрасте, вы должны выглядеть на 18. Можно ли вот это развернуть обратно, там понять, как, чего, там поработать уже отдельно. И сейчас мы приняли такое решение, что мы сейчас будем просто вот эти вот процессы все отрабатывать, смотреть, работать отдельно с кожей, отдельно с эндокринной системой, отдельно с кровеносными системами и так далее. Прямо делаем такой большой выезд, у нас будет наличек на термальные воды. И самое время, я так думаю, что просто вот все это поисследовать, заняться и повернуть, остановить вот эти биологические часы. Как и в какой момент они останавливаются. Вы знаете, если ничего не делать, ну вот, как я вам говорю, вот не думайте, да, то есть как не думайте, когда вокруг вся вот эта информация, ее совершенно сложно блокировать. Очень хочется вот прямо посмотреть этому всему в глаза. Мы смотрим, мы видим там людей в возрасте, мы видим умирающих людей, нам что-то говорят, на нас эта информация валится отовсюду. И вы так не можете сказать, ну, Татьяна, ну а как, да? То есть самое-то сложное, а как мы должны блокировать эту информацию? И что такое делали вот эти вот египетские жрицы? Что такое знала Нино де Ланкло? Что знали такие вот эти вот ведьмы, которые горели на карстрах инквизиции только за то, что они не старели? Это уже было поводом, чтобы ее сжечь, потому что, ну, раз ты не стареешь, значит, ты колдуешь. И я вам скажу, что да, действительно, и все мои знакомые целители, которые этим занимаются, действительно, которые, они как-то вот в одной паре. Бабушка-целительница, у которой я училась много лет, и она вот как-то все время не менялась, я даже не знала, сколько ей лет. Вот я к ней прихожу, она все время одинаковая. То есть и хоть она там вроде как у нее... Я могла судить о ее возрасте, ну, наверное, только по ее детям, по ее внукам, вот потому что они там были взрослые, я понимала, что вот, ну, сколько-то должно быть ей там лет, но она была вот все время в одной паре. И вот там те там 20 или с лишним лет, что я ее там знаю, она, вот как она была, она такая оставалась. Я все время приезжаю, я знаю, что я увижу ее, опять же, в том же самом прежнем состоянии. И вот я вижу, как растут, взрослеют там ее дети, вырастают ее внуки. Даже там мужчина, который около нее, он тоже там как-то старится, а она все время одинаковая, она все время в одной паре. И это вот наталкивает прямо на мысли, что раз сжигали, да, значит, все-таки речь идет о неких состояниях сознания, о неких каких-то многомерных величинах, которые позволяют нам выйти в те пространства и мыслить там, и быть там. Вот сон, да, он же нас восстанавливает, сон омолаживает, то есть когда мы уже в некой многомерности находимся, то есть во сне мы можем эти процессы провести. И, соответственно, значит, нужны какие-то технологии, нужны какие-то техники, которые помогают нам зайти в то многомерное состояние. Сергей будет в записи на YouTube, мы обязательно ее отправим для того, чтобы выйти в другую биофизику, в другую биохимию, вот туда, куда мы выводили на время силы, туда, где, вы знаете, как бы с одной стороны мы вроде воевали с ковидом, там иммунную систему улучшали, но у нас огромное количество людей восстановили свою кровеносную систему с помощью этих практик, восстановили свою эндокринную систему, вышли с огромного количества каких-то проблем и заболеваний и вроде работали на одно, другое сработало другое. Ребята, вы там такой чат пишите Нелли, помогите, пожалуйста, Сергею, что там у него происходит. У нас вместо погружения в процесс омоложения, мы помогаем Сергею включить звук. Ну, кстати, такая женская солидарность, давайте всем миром, сейчас ему поможем. Ну, я думаю, что он справится. Сейчас я напишу ему, что он позвонил в техподдержку. Вот. Да, тут надо просто с техподдержкой они все решать. Ну, в общем, для того, чтобы вот эти процессы включились, вот здесь надо не лениться. Здесь нужно работать, делать практики, которые выводят нас в то особое состояние сознания, в котором мы неуязвимы, в котором мы многомерны, в котором работает другая биохимия, другая биофизика. Мы немножко по-другому смотрим и воспринимаем мир. То есть это те состояния измененного сознания, в которых и происходит остановка биологических часов. Можно, конечно, пробовать делать это с помощью гипнотических каких-то техник, так и индукций, но здесь самое главное. Это в гипнозе, там вы можете не запомнить путь, и, соответственно, процесс будет неуправляемый. И здесь, что называется, программа, она должна непонятно, да, там от сеанса к сеансу. В общем, пробовали мы вот эти индукции, немножко не то. Но вот хочется, чтобы все равно это срабатывало от и до. и сейчас мы сделаем одну небольшую техничку, одну такую небольшую практику, где я вам покажу, как это все происходит, но уже на практической части, кто у нас на нее идет, практическая часть у нас начнется в 21.30. Мы будем работать. Здесь у нас вот три встречи, и, соответственно, у нас будет три механизма. Сегодня будет просто общая настройка для того, чтобы вы почувствовали, как просто сделать остановку биологических часов и поставить на 18 лет. Ну, вот это, кстати, вот, ну и при этом, знаете, как бы есть такие установки, это не про аффирмации, это не про мыслеформу, это совершенно другие команды на той скоростной части мозга. Сейчас немножко объясню, что это такое. Вот вчера буквально разговаривали с ребятами из спецпотреблений и вот этих ребят, их обучают отключать полностью свое сознание. То есть они не помнят, что с ними происходит в тот момент, когда выключено сознание. Но в этом бессознательном состоянии они воюют. Они воюют, причем воюют совершенно классно, и в этот момент они становятся неуязвимыми. Но когда они возвращаются снова в сознание, они не помнят ничего, что с ними происходило, и только из рассказов других, которых видели, они понимают, какие они были красавцы. Вот в этом во всем, потому что они говорят, мы, говорят, выходим из этого состояния и видим только вот последствия своих действий. А что мы там делали? Потому что в этом состоянии, когда выключается сознание, включаются вот эти бессознательные процессы, человек получает истинную информацию, не совершает ошибок от слова совсем. То есть он действует в том состоянии, в котором он 100% выживет, в котором он 100% восстановится. Там другие законы, другая биофизика, он там 100% сохранится. И вот эти ребята уже несколько раз там, прямо мне очень нравится, как они это говорят. Они говорят, сила мысли быстрее скорости пули. Ну и, соответственно, она быстрее того, что там происходит с этой клеткой. Клетка медленная. И лишь только с помощью мысли мы можем восстановиться. Вам не помогут никакие лекарства, потому что, ну, как вам поможет вытяжка там из фасоли или там еще там что-то, пусть какие-то биогенные крема, да никак. Восстановить клетку вы можете только силой мысли, потому что сила мысли быстрее скорости пули, она быстрее разрушительного процесса. И вот только с помощью мысли вы можете направить силу мысли, силу сознания, силы мозга для того, чтобы вот сказать стоп вашим биологическим часам. Причем не просто, насколько вы чувствуете себя, да, то есть вот есть такие гипнотические практики, я их прямо видела. Насколько вы себя чувствуете? Поставьте, да, там время. Нет. То есть здесь должно быть просто вот реальное обновление клеточного уровня до 18-летнего возраста. Я вам тут сейчас на всякий случай думаю, надо показать фотку, то скажет, рассказывает, а сама-то. Знаете, у меня был такой период, когда мне прям очень сильно хотелось себя состарить, потому что, ну, никто меня не воспринимал всерьез. Мне прям хотелось преподавать какие-то такие всякие серьезные вещи. И я прям вот очень старалась как-то выглядеть повзрослее. Вот на этой фотке, это 90-е годы, вот здесь мне 18. Как раз 18-19, ну вот, знаете, посмотрите, да, серию. Что изменилось? У меня особо ничего. Вот. И, да, по одежде вы поймете, что это очень давняя фотка. Это, да, с моим супругом, вот нам здесь, совсем-совсем, да. Еще без детей, еще без всех, еще без всего. Вот. И... Какое-то время, да, то есть пока там вроде как не замечаешь, а потом, когда я начала читать лекции, проводить занятия, и я чувствую, меня прям никто всерьез не воспринимает. И вот мне прям очень хотелось вот выглядеть повзрослее, как-то, мне казалось, это посолиднее что ли будет. И я там что-то даже вот немножко там вес понабирала, думаю, хоть это хоть какой-то массы. Ну, в общем, недолго на меня хватило, то есть года на три. И я, ну, как бы в такой какой-то формат себя привела, а потом... А потом уже восстановилась. Танюш, 18, конечно же, что тут говорить? 18. Вот. И, значит, для того, чтобы вот эти процессы запустились, ну, я вообще на всех своих занятиях пою вот эту оду шишковидной железе, потому что именно она... Очень круто. Да и, конечно, круто. Вот. Ну, я могу сказать, знаете, как бы, как вот я свою бабушку-целительницу, по возрасту. То есть у меня старшему сыну 29 лет. Так вот. Да, дальше можете считать, как хотите. Так вот. Эпифис, да, шишковидная железа. Именно этот орган, на него обращали внимание в Египте. Именно на нем основаны все практики, и мы будем с ним работать. Почему на нем? Потому что в разрезе шишковидная железа напоминает глаз гора. Ну, вернее, в точности повторяет глаз гора. Глаз гора — это был основной символ в Египте. Они работали именно с этой символикой. И глаз гора говорит нам о том, что очень хорошо они знали устройство сознания, устройство мозга. И к Египту мы еще будем возвращаться в наших открытых встречах. Мы сейчас закончим с регенерацией. И я вам буду показывать магические шахматы Египтова, то есть процессы инвальтации, когда там шахматную фигурку назначали действительно реальным каким-то персонажем. Это расстановки Хеллингера, я вас уверяю. Просто отдыхают и нервно курят где-то в сторонке. Что вытворяли в Египте, да? То есть как бы там могли маленькой ванночке пустить бумажный кораблик и в это время подуть туда. Жрицы дули. В это время на море поднимался настоящий шторм и тонули вражеские корабли. Но это отдельная тема о том, как жрицы поддерживали боевую готовность египетской армии, которая была непобедимой в течение многих тысяч лет. Она проиграла только один раз. И то, когда Моисей раздвинул воды моря и там потонула вот эта армия фараона. Но опять же, Моисей был жрецом Исида, если вы этого не знали. То есть он тоже владел некими тайными знаниями. Итак, шишковидная железа. Да вопрос только в том, как же нам до нее добраться так, чтобы ее активировать. И вот она-то как раз и запускает и процессы омоложения. И она-то нам дает сверхспособности. И именно она включается, когда выключается наше сознание, и мы принимаем верные решения. И вот вчера, говорю, с ребятами из спецподразделения сидели, и они мне прямо вот доказывали, хоть это, говорит, Тань, говорит, невозможно. То есть если хоть чуть-чуть сознание остается, информация будет неверная. Ничего не получится. Но я все же ищу эти техники и практики. У нас довольно успешные результаты, когда мы оставляем сознание все-таки включенным и осознаем те процессы, которые вытворяет бессознательное. И там и там находимся как бы в двух мирах одновременно. И быстро, вот там действительно высочайшие скорости тебя вот словно несет. Ты не успеваешь соображать, потому что ты будешь включать сообразиловку свою. Это очень медленные процессы. Мы как медленно мы думаем. Мы медленно думаем, мы медленно говорим. Для меня все время я, несмотря на то, что хорошо пишу контент, для меня это вот просто каторга, потому что это так медленно. И я нашла там свое счастье в ТикТоке, потому что вот эти флеш-коротенькие, трехсекундные ролики, которыми можно сказать все, ну это просто гениальное какое-то изобретение для современного человека. И хоть мы там корим своих детей за то, что они у нас на клиповом мышлении, там на 25-м кадре, ну так, да, вот такой темп еще быстрее будет. Потому что скорость мысли, еще раз думайте, равна скорости света. И когда мы на этой скорости мыслим, вот тогда мы запускаем вот эту многомерную биофизику другого формата. Вот тогда мы становимся вне законов вот этого трехмерного физического пространства. И вот это законы Декартовой системы трехмерных координат, они перестают на нас работать. Вот тогда не работает. Тогда у нас другая физика и другие процессы, и мы не участвуем в процессе энтропии. В процессе энтропии участвуют 100% неживые предметы. То есть солнце погрело камень, он горячий. Солнце ушло, не садись на камень, он холодный, себя тепло вытянет, да. Нам говорят, мы независимы от того, зашло солнце, вышло солнце, температура тела 36,6. И мы от этого независимы. У нас другая терморегуляция. Соответственно, мы можем регулировать свои процессы вне зависимости от внешних факторов. А когда мы выходим в многомерное пространство, осознание человека, оно как раз в стереоэффекте может охватывать вот именно такую многомерную составляющую. И мы уязвимы только тогда, когда наше мышление становится плоскостным. Когда мы вот в этой трехмерной системе координат, вот в этом состоянии, которое нам все время говорят психологи, здесь и сейчас, а правильное состояние – это то, про которое мне вчера говорили бойцы спецназа. Правильное состояние не здесь и сейчас. Правильное состояние, где вы неуязвимы, где вы молоды, где вы бесстрашны, где вы уверены в себе, принимаете только верные решения, это состояние «я везде и нигде». Не здесь и сейчас, а «я везде и нигде». И это возможно только тогда, вот их очень четко, прямо их натренировывают на том, чтобы включался эпифис. Ну, когда эпифис включается, а он у нас включается, когда мы уходим в сон, то есть полностью выключаем сознание, ну вот они, да, они обучены именно так. То есть выключились, как они говорят, накрывает, накрыло. Ну, вот я хочу, чтобы вот этого действительно можно где-то даже какое-то такое обрести как некое безумие, что ли, но мы к этому не идем, потому что наши все-таки техники не экологичные, не щадящие, потому что ваше сознание это все-таки великая ценность, великая драгоценность. И омолаживание прекрасно, но при этом нужно оставаться все-таки в здравом моменте, твердой памяти. Поэтому эпифис, вот, вот оно. Видите, это ученые пишут, что это биологические часы там. Активируйте этот орган, и ваши белочасики, они начнут двигаться в другую сторону. Как туда зайти, вот это вот все мы на своих курсах очень подробно разбираем. Те, кто занимается у меня на курсе невербальных коммуникаций, скрытого управления, где мы как раз все берем штучки из спецподразделений, и мы с этим процессом очень подробно работаем. Но сейчас, поскольку у нас тут вот теория, и я вам небольшую такую вкусняшечку все-таки дам, чтобы вы почувствовали, и вы действительно еще, у вас пройдет ночь, и вы поймете, что процессы пошли по-другому. Ну, а те, кто зайдут на практическую часть, вот, как зайти на практическую часть, сейчас я вам дам телефончик Нелли, наш администратор, и она, в принципе, для тех, кто не зашел на практическую часть, расскажет вам, как это сделать, и до 21.30 вы, в принципе, еще успеете туда попасть. Я прямо вам эти процессы активирую, а мы все равно здесь попробуем. Так, 926, 156, 156, 53. По-моему, так, 926, 156, 56, 53. Вот, ну, в общем, вот этим владели жрицы, вот этим каким-то образом владела Нинода Лангло, ну, ее семья имела какие-то книги, может быть, тоже египетские рукописи или там еще что-то, то есть она, от нее было прямо это знание. То есть она делала осознанно вот эти практики, и поэтому она смогла добиться вот такого прекрасного результата. Ладно, готовы? Ставлю вам картинку египетскую жрицу. Это фрески из храма Исиды, которые находятся на острове Фи в Египте. Туда ездят у нас экспедиции и вот эти вот настройки, а вот эти картинки, которые вы видите, не просто так. Каждая картинка — это настройка вашего сознания на определенное состояние ума. И в этих картинках нет ничего лишнего, поэтому те, кто думает, что египетский алфавит — это какие-то буквы, нет. Это настройки сознания на какой-то диапазон, на определенное состояние ума, потому что наше бессознательное, оно как раз разговаривает с нами немножко по-другому, не буквами, но не пишет нам тексты. Оно устроено несколько иначе. И вот эти египетские, вся ритуалистика, то есть жрец заходил, у него все расписано, знаете, как конспект. И он эту картинку посмотрел, у него одно состояние сознания, на это вот это, вот это. И когда кто-то входит в определенный диапазон, в определенное состояние сознания, он начинает его транслировать вокруг себя. И я думаю, что вы это прекрасно замечали, что если вы попадаете в общество человека, который тревожный, или который расстроен, или он в депрессии, или он в обиде, то у него, вокруг него возникает некое поле, вы, подходя к нему, начинаете это чувствовать. И вам тоже в этот момент становится не очень хорошо. И наоборот, если вы попадаете в поле человека, который лучится счастьем, который уверен в себе, он тоже это транслирует, у него какое-то есть пространство, на которое он может это транслировать, и вам хочется около него находиться, потому что он вас тоже подтягивает автоматически до этого состояния. Почему говорят, что несчастье, оно заразительно. Потому что человек транслирует этот несчастье, неуспех, неудачу. И на разных курсах, вот там, типа, помышлению миллионера вам будет говорить, не общайтесь с неудачниками, не общайтесь с теми, у кого нет успеха, идите к нам успешным людям, и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что мы перенимаем невербальные качества. Нам рассказывать и говорить можно все, что угодно. наш мозг даже придумает любое объяснение, чем у нас занимается официальная наука. Они на что угодно придумают любое объяснение, а то, что они объяснить не могут, ну, это эзотерика, это магия, это все, что угодно, то есть мы это не понимаем, и поэтому наши ученые, они все время находят те объяснения на уровне сознания, которые человечество понимает. и вот это очень ярко видно по тем объяснениям, которые ученые дают по причинам, по которым светит солнце. Много лет назад ученые считали, что солнце светит, потому что на нем непрерывно горят леса. Потом все поменялось. Ученые стали считать, что солнце светит, потому что на нем непрерывно горит уголь. Еще там прошло какое-то количество времени, ученые стали считать, что солнце светит, потому что там огромные запасы нефти, и они постоянно горят. Ну, сейчас ученые считают, что это термоядерные реакции. Посмотрим, что будет дальше. Там пройдет еще сколько-то лет, они еще что-то выучат, и, может быть, расскажут нам еще какие-то новые версии. Поэтому объяснить все, что можно, все, что угодно, мы перенимаем невербально. И вот то состояние, которое я не просто так с вами болтаю, я уже начинаю вам транслировать вот эту всю историю, которая была у Нинода Лангло, которая была вот у этих жриц, и уже у каждого из вас, потихонечку разговаривая с вами, я включаю этот процесс. Насколько вы его там ощущаете, осознаете, то есть вы можете его ощутить только как очень комфортно для себя. Кому комфортно и приятно, поставьте плюсики в чате. Вот супер, видите? Молодцы, это всегда чудесно. Сейчас мы сделаем вот ту технику и практику, которую делала Нинода Лангло. Я как бы перевела ее на современный язык, описывая то состояние. Знаете, как бы что такое практика? Это вот то состояние, которое я вам транслирую. Я попытаюсь его перевести на семантический ряд и описать его вам, как оно происходит прямо, вот знаете, как слоеный пирожок. И вообще вот на всех наших открытых встречах мы будем именно этим и заниматься. То есть есть какое-то невербальное состояние. А что значит невербальное? Ну вот что-то такое пришло к вам комфортное, приятное? А что? Ну вот что это такое? Да кто его знает, да? И нам нужно некое семантическое описание того процесса, который с нами происходит. И если это семантическое описание приводит снова нас в это состояние, вот это и называется техника или практика. Ну в общем таком понимании. То есть это не медитация, это семантическое описание невербального процесса. То есть как туда зайти? Ключ-код через определенные слова. Вот делай раз, делай два, алгоритм делай три. Вот это, вот это, вот это с тобой происходит. Вот так-то, так-то, так-то мы туда попадаем. А вообще вот в нем надо жить вот так вот по щелчку заходить и жить там 24 на 7. Так, чтобы это все время отщелкивалось у вас как метроном. Раз, раз и время. Вот, кстати, вот эта бабушка-целительница, она делает следующую практику. Она мне тогда говорила, она представляет себе часы, ну вот со стрелкой. И вот эти стрелки, она мысленно поворачивает в другую сторону. Но вся визуализация, открою вам маленькую тайну, не будет работать, а будет являться просто нашим красивым воображением. Вот здесь, знаете, вот есть разница небольшая, да, практики и техники, которые работают и действительно дают нам остановку либо обратный отсчет биологических часов. Для этого должно быть... Она рассказывает про эти часы, но она тем самым еще транслирует какое-то особое состояние, сознание. Она не просто так крутит этот циферблат в другую сторону, да, 12, 11, 10, в другую сторону отмотали, отмотали, отмотали. И так до 18 лет. Здесь должно быть еще вот этот вход в особое состояние сознания, где мы многомерны. И вот там уже можно крутить часы. Если вы в это состояние, где активен эпифис, не зашли, то это будет не практика, а просто красивое ваше воображение. И мы очень часто путаем. Мы наслаждаемся красотой своего воображения, воображаем себе что-то, а по факту в нашей реальной жизни ничего не меняется. Мы не выздоравливаем, мы не молодеем, нам не приходят деньги, мы не встречаем там суженого, ряженого и так далее, и тому подобного. То есть все наши не решаются вопросы. Вот сегодня одному своему близкому человеку писала, говорю, сужи. Я говорю, ну настолько хорошо, что прям плохо. Когда уж начинаешь управлять всеми ситуациями, думаешь, вот это можно сделать, это можно сделать. Как же скучно. Вот поэтому, знаешь, чем себя повеселить? Будем заниматься регенерацией клеток, клеточным уровнем и омолаживать этот организм. Поэтому вот Лан Кло, у нее была определенная техника, практика, определенное состояние сознания, которое, может быть, она сама не сознавала, входила в нее бессознательно, но я ее вам перевела на семантический ряд. То есть могу сказать и описать словами. Пробуйте. Сядьте ровно. Ну просто вот вам сказать, что давайте вообразите циферблат, ничего не получится. Идите назад. Для этого нужно войти в особое состояние сознания. Сядьте ровно. Спинка должна быть ровная, прямая, шею вытяните вверх. Плечи максимально опустите вниз. На практике у нас будет там другая еще техника, на практической части. Практическая часть будет каждый раз. Сегодня мы с вами просто работаем с энергиями молодости и красоты. Там я дам технику полной активизации и фиксации биологических часов и становку на 18-летнем возрасте. Следующая встреча, мы будем работать с кровеносной системой. Еще раз скажу, что с кровеносной системой. Ну и последняя встреча, самая главная, это когда мы запустим на омоложение головной и спинной мозг. Как управлять клетками головного и спинного мозга, так, чтобы они все время давали вам активацию вот этой жизненной силы, этих процессов молодости, энергии. У вас ее было очень-очень много. Один мой знакомый, он на меня смотрит, потому что у меня все время вот эта энергия в фонтан. Я там что-то туда-сюда, где-то там бегаю. Он на меня смотрит, смотрит и говорит, слушай, скажи мне, от чего ты умрешь? Я говорю, я умру от скуки и терной меланхолии. Когда я говорю, настолько мне будет уже неинтересно жить, что просто вот от скуки. Вот чтобы у вас была-то единственная причина, это стало вдруг скучно. Ну, я думаю, что до этого очень долго, потому что мир настолько интересен, настолько непознан, настолько происходит в нем разных много событий, что, ну, не дождетесь. Поэтому должны быть расписаны планы на ближайшие 200 лет, как мы это делали в декабре этого года, мы расписывали ближайшие 200 лет. В 100 лет вы должны выглядеть так, как 18, а планов у вас должно быть минимум на 200 лет. Чтобы вы четко знали, что вам нужно вот еще сколько всего сделать, потому что впереди 200 лет. Вы понимаете, вот сколько бы вам там не было, из тех, кто зашел ко мне на курс, вы все еще дети, потому что в 100 лет вам будет только 18. Поэтому когда-то мне начинают говорить, вот мне там уже 60, ты там уже столько-то, ну что, тебе еще 50 лет проживешь, а то и столько же проживешь, тебе еще столько же, а то и больше. Ну ладно, хорош. Это у нас еще три встречи про энергию молодости и красоты. Итак, стиль ровненько. Здесь мы используем техники, которые помогают вам погрузиться в энергию молодости, красоты, привлекательности. И при этом мы используем только ваши личные энергетические диапазоны. Вот это очень важно. Мы не работаем ни с какими-то там неведомыми силами, ни с какими-то космическими энергиями. Эта энергия не моя, которую я там вам отдаю. Знаете, как целители говорят, я вот там отдал тебе свою энергию. Ничего никому не отдаю. Это все ваше личное. Мы запускаем ваш личный энергетический ресурс. Это ваши энергии. Это ваши ресурсы и ваши способности. Единственное, что я делаю, я помогаю вам их запустить. Я помогаю вам понять, как эта кнопочка у нас включается во время, потому что все мало заговорились. Итак, я сейчас с вами сонастраиваюсь и слышу каждого из вас. И вы прислушайтесь. к дыханию. Послушайте, как стучит сердце. И вот сейчас я ввожу вас. Попробуйте осознать, слышать, почувствовать вот это состояние. И я везде и нигде, о котором говорят спецподразделения, я везде и нигде, когда отпускаются границы сознания, потому что, опять же, это их военное слово, потому что границы, скрытые подступы и уязвимые места. И вот в этом моменте, когда раскрываются границы, и вы входите, а я вам помогаю, потому что каждого из вас я просто затаскиваю в это состояние, я везде и нигде. И в этот момент мурашки побежали, нежность, трепет и дышать не хочется. Замирание. Запомните этот момент. Замирание. И вот этот диапазон, запоминайте его, вашего естественного восстановления, омоложения и регенерации. Вот в этом моменте запускается программа, которая включает и метамолизм клеток, и целебные диапазоны, и живительную силу. Вдох и выдох становятся живительными. Вот это и есть энергия омоложения, регенерации, здоровья. И бессмертия. Выдохните. Право. Каждую практику мы заканчиваем фиксациями. Фиксация. Я понимаю, что я все время вас завожу в такие состояния, которые настолько наполнены и вкусные, что вам еще не хочется писать. я вас возвращаю в эту реальность бодрыми, легкими, наполненными живительной силой, причем час я с вами разговаривала, а практику мы делали несколько секунд. На самом деле это так и есть. Запускается это. Вот так. Просто не ленитесь это делать. Запись будет на нашем канале на YouTube. Наберите Нелю, позвоните ей, поговорите к ней, зайдите в наш чат в WhatsApp или в группу, заходите к нам на наш сайт в Институте Невербальных Коммуникаций, приходите к нам на практике, на открытые встречи каждый понедельник на Proof.me в 20 часов, каждый четверг в моем инстаграме Анрика Вербер. Это мой творческий псевдоним, под которым я пишу книжки. А вам придет, всем, кто здесь есть, вы все получите ссылку. Да, на YouTube канал, не переживайте, она вам придет. Вот это мой. Запись будет у нас завтра. Вот это мой инстаграм. Ну, все-таки, на всякий случай, я вам сейчас сброшу ссылку на YouTube. Опишите свое состояние, на что оно похоже, для того, чтобы его зафиксировать. Это очень важно. Да, релакс, Виктория. Здесь, чем больше вы опишите сенсорных моментов, вкус, цвет, запах, картинка, тем больше стереоэффект. И у вас, знаете, как бы возраст определяют по глазам. Да, в Египте так говорили. Возраст — это глаза. Как-то вот такая какая-то ссылка. YouTube. Да, заходите, пожалуйста, в 21.30 мы начинаем практическую часть, и вот там не просто все замерло вокруг, там прям реально покажу, как останавливаются биологические часы. чпокс и фиксируется на 18-ти годах. На год, на два, на десять, на сто вперед, всегда 18. Как говорит мой муж, моя женя всегда 18. Если есть вопросики, задайте их. Нет, в 21.30 ссылка есть у... Это закрытая практическая часть. Ссылка на нее у Нелли, не на YouTube. Вот эта запись, вот этой части, она будет на YouTube, а практической части на YouTube не будет. Все. Для тех, кто хочет участвовать в открытых встречах, пожалуйста, регистрируйтесь на таймпаде, либо на нашем сайте, там у нас регистрируются на практику, и автоматически на открытую встречу вы тоже попадаете. Жду вас каждый понедельник в 20 часов здесь, на Proof.me. По этой же ссылке вы можете пройти в 8 часов. Все, пришла от Нелли, значит, великолепно. Браво. Молодцы. Выглядите шикарно. Вам даже будут люди говорить, как ты хорошо выглядишь. Как ты хорошо выглядишь. Ну, будь как в том анекдоте. Сара, как ты хорошо выглядишь. Это я еще болею. И очень важно, на практической части я буду сдавать технику, которая не будет зависеть от внешних воздействий вообще никак. То есть, что бы там вокруг вас ни говорили, вокруг вас будут стареть, взрослеть и умирать люди, а вам хоть бы что. Вот такие вот у нас секретики. Все. Всех обняла. Всем пока. В четверг в Инстаграме, в понедельник на Proofme. Bye-bye. Пока.